Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. С мужем 10 лет в браке, отношения хорошие были всегда, без ссор, всегда можем договориться, но со временем поняла, что муж льет много негатива из себя, на окружающих, что все люди злые, дома неправильно строят, страну не так управляют и тому подобное. Мне наоборот, я хочу видеть добро и как-то больше на позитивный лад настроен. У нас есть соседи, которые громко слушают музыку, мне это не нравится, но я спокойно к этому отношусь, могу предложить вызвать полицию, например, а он недавно сказал, чтобы они из отпуска не вернулись. Меня все это очень задевает, как будто давит, я раньше была более же нерадостной, пыталась в подобных ситуациях ему доказать, что так нельзя говорить, а сейчас уже просто вымотывалась, поняла, что бесполезно вроде, отношения хорошие, бытул отличный, везде поможет все сделать, но вот этот негатив меня достал, даже думаю о разводе. Кажется, мы сильно разные, я ошибаюсь, это не мой человек, может, я сильно придерживаю к нему, что скажете? Ну, я думаю, что ваш вопрос, он несколько некорректно поставлен изначально, потому что, ну, на мой взгляд, психолог не должен вот так вот, да, может не может. То есть, мы здесь решаем проблему, и я думаю, что если вас задевает негатив вашего мужа, то причин у этого, на мой взгляд, может быть несколько. Первая причина, это то, что вы как-то сами, сами хотели бы быть более негативной, но запрещаете себе это, вот, и его реакция, реакция, я имею в виду вашего мужа, вызывает вас вот такое чувство, то есть, вам хочется где-то так же отреагировать со злостью, но вы себе вот злость подавляете. Поэтому первый мой вопрос, который я хотел бы задать вам, он касается именно вот того, как вы обращаетесь со своей злостью сами. То есть, даете ли вы ей право на жизнь, разрешаете ли вы себе злиться, разрешаете ли вы себе, ну, как-то вот на кого-то ругаться, да, кому-то что-то желать, ведь, понимаете, смущает то, что вы говорите о том, что вот так нельзя говорить. Ну, если человек ничего не делает, а просто говорит, да, то что здесь такого, да? Значит, это первый момент, то, что вот вы сами пытаетесь быть чересчур позитивнее, и вот реакция вашего мужа, она, как-бы, постоянно соблазняет вас, и вы с этим боретесь через, значит, ну, через рационализацию. Второй момент. Если ваш муж раньше не был таким, а таким он стал быть, начал быть только вот спустя какое-то время, ну, например, два года назад или год назад, то это довольно это интересный момент, потому что, во-первых, у вашего мужа произошли перемены, и, соответственно, перемены происходят и у вас, да? А если вы со своим мужем хорошо общаетесь, если вы со своим мужем взаимодействуете здорово, то у вас, на мой взгляд, должна быть информация о том, что произошло с ним, вследствие чего он вот стал таким, как вы говорите, негативным, да? И дело здесь не в негативе, а именно в том, что за этим стоит. Если вы понимаете, что за этим стоит, если вы знаете, то вы можете включить ту причину, которая стоит за негативом, или не включать в общую картину личности вашего мужа. А сейчас получается, что вы его негатив просто воспринимаете, как будто бы в отрыве от личности. Это, ну, не совсем, как мне кажется, корректно в данном случае. И торопливо вы, на мой взгляд, ну, опять же, это так выглядит, исходя из вашего текста, вы как-то уже довольно быстро и стремительно думаете о разводе. Нет, я вот здесь не в придирках вас, не в придирках, а вас совершенно точно что-то не устраивает. Но нужно увидеть, что именно происходит с вами. Понимаете? Потому что, ну, вот, например, мой коллега, да, один из коллег говорит, что ваш муж был таким всегда. Я не знаю, я думаю, что люди могут меняться, я думаю, что ваш муж совершенно не обязан быть таким всегда, и он мог быть другим раньше, а потом у него что-то произошло, он изменился, изменились вы, и вот какое-то время, да, вы там старались, старались там что-то делать, чтобы как-то восстановить баланс, но у вас не получается. С другой стороны, то, как вы себя ведете и говорите, что так нельзя говорить, и то, что вы пытались настраивать его на хорошее, ну, это вот в какой-то степени выдает, опять же, некую такую, знаете, отдаленность, мне кажется, в личностном плане, потому что если люди достаточно хорошо взаимодействуют и понимают друг друга, то подобные изменения всегда предельно ясны, и желания менять человека нет, особенно если он не просит этого. Поэтому вот то, что вы делаете, на мой взгляд, вызывает вопросы. С другой стороны, ну, совершенно нормально, что вам не нравится его постоянный негативизм, совершенно очевидно, что вам не нравится, и вы чувствуете давление, но, быть может, опять же, давление связано с тем, что вы в этом негативизме и в том, что вас задевает, видите какой-то укол в себе, что если между вами и вашим мужем не все так гладко, что если какие-то конфликты, какие-то проблемы между вами выливаются в вот такой негатив, и именно это вас задевает, что если есть какой-то конфликт, но ни вы, ни он прямо об этом не говорите, да, потому что ведь как получается, вас задевает что? То, что он по сути все обесценивает, и как бы обесценивает и вас. И вот интересно здесь, что вы совершенно не обязаны, не должны мириться с тем, что вас обесценивают. А с другой стороны, если у вас есть чувства к мужу, а это не совсем понятно, потому что вы говорите только про то, что он делает, но ничего не говорите про себя, у вас-то чувства к нему какие, вот, но, если у вас есть к нему чувства, да, и если вы уверены в себе, то вопрос того, что вас задевает, ну, можно решить самостоятельно. Это вопрос личной границы, это вопрос настройки коммуникации, что когда он вот начинает что-то такое говорить, вы просто выходите из контакта, говорите, что вам неприятно, и так далее. В конце концов, вы можете озвучить ему то, что для вас это является проблемой, и вы хотели бы, и вы считаете, что вам нужно обратиться к психологу, вместе к семейному, да, вот, и вместе, значит, ну, поработать с этим, да, если вот для вас это проблема, а муж, условно говоря, ну, заботится о вас, и хочет, чтобы у вас все было хорошо, вот. А еще один очень важный момент заключается в том, что за негативом вашего мужа скрываются определенные чувства, это может быть какой-то страх, это может быть какой-то внутренний конфликт, может быть какая-то личная его проблема, неудовлетворенность, разочарованность и так далее. И негативом ваш муж как бы прикрывает это чувство. Интересно, что вам это чувство как будто бы неинтересно. То есть вы устали от того, что он, значит, цепляет негативом, но за негативом кто-то стоит, попробуйте выяснить, что за ним стоит, а вы пытаетесь себя настраивать на хорошее, и устал. То есть пытаетесь его, ну, типа сделать таким, чтобы вам было хорошо, но он ведь тоже человек, и у него могут быть какие-то проблемы. Тут не настраивать на хорошее нужно. Тут нужно знать, что у человека гложет, что у человека болит. Вот. Знаете? То есть ведь, если человек обращает внимание на негатив, да, то это означает, что ему очень сильно что-то не нравится. И может быть, ему сильно что-то не нравится в ваших отношениях. Может быть, ему что-то не нравится очень сильно в себе, а может быть, ему что-то не нравится очень сильно в вас. И именно это может вас задевать, ведь вы можете интуитивно понимать это. Но гнать от себя эти мысли и пытаться, по сути, занять позицию страус. Вот. Вот как-то так, я думаю. Поэтому вот такие моменты, и для, ну вот, раскрытия, да, темы отношений людей, которые вместе 10 лет, мне кажется, что вашего текста недостаточно. Мне кажется, что если вы действительно хотите решить эту проблему, то вам нужно, как минимум, самой для начала проконсультироваться, а если, ну, муж согласен, то и с ним вместе. Вот. Это не выглядит как придирка, потому что вам не хочется жить в негативе. Не хочется. Для меня это не выглядит как придирка. Но в то же время есть еще ваши чувства к мужу. В то же время есть еще его личность. Есть еще то, что стоит за этим негативом. Есть еще то, что стоит за тем, что вас это задевает. Есть еще то, что вы пытаетесь его переделать, то есть пытаетесь настроить его на хорошем, чтобы он был таким же, как вы. Есть то, что вы устали от этого. И есть то, что вы как будто бы в некоторых местах ведете себя как родители по отношению к нему, а не как партнеры. Вот. И вот если я прав, и вы действительно занимаете где-то родительскую позицию, то его негатив может быть связан с подавленной агрессией и с ощущением, например, какой-то несвободы, скованности и так далее. Вот. Вы чувствуете, что он на вас давит его негативизм. А он может чувствовать, что на вас давит его вот... Ваша, точнее, какая-то такая вот позиция над. Понимаете? Поэтому мне кажется, что причину всего этого стоит искать именно в ваших личных взаимодействиях друг с другом и искренности между вами. Вот. Давайте я вам дам такое небольшое задание. Оно, в принципе, довольно простое. И, возможно, вы даже где-то с ним уже встречались. Вот. Значит, попросите вашего мужа написать на листочке то, что ему у вас не нравится. И сами сделайте то же самое. Потом сядьте друг перед другом, обменяйтесь листочком и каждый по очереди зачитайте то, что написано на листочке. Вот. И потом постарайтесь это обсудить. Можно обсуждать каждый пункт по отдельности, можно обсуждать все целиком. Вот попробуйте так сделать и посмотрите на свое отношение к негативизму вашего мужа и на его, условно говоря, поведение, которому он будет придерживаться. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго.